Необходимость реконструкции местного водопровода в Старобине назрела в последние годы. Поселок застраивается, к водоводу подключаются все новые потребители. Растущему населенному пункту уже не хватало пропускной способности прежних сетей. Было принято решение о строительстве новой водонапорной башни и нового водопровода. Реализация проекта обойдется районному бюджету в 13 миллиардов рублей. Специалисты СУ-149 на улицах Старобина работают с конца июля и уже завершают прокладку трубопровода общей протяженностью 11 километров. Часть новых сетей пролегли по улицам, где раньше центрального водоснабжения не было вовсе. Работа в населенном пункте не самая простая. Нужно максимально сохранить дорожное покрытие, минимизировать помехи для транспорта и пешеходов, найти общий язык с недовольными неудобствами жителями. Как только завершилась укладка труб, строители начали восстанавливать благоустройство. Восстанавливаем мы на данном этапе улицу Советскую, тротуары заканчиваем. В основном мы проезжие части, все переходы, все восстановили до 10-го числа. Осталось в основном тротуары восстановить из асфальтобетона, из плитки, которую сняли заранее, то есть перед тем, как вкладывать сети. Улицы такие, как были там по частному сектору, без асфальта, то есть мы адвизировали, прошли как камень, ну восстановили. Ну и будем еще перед зимой, я думаю, пройдем, чтобы не было жало под местного населения. Воду старобинцы будут получать из новых скважин глубиной 80 метров. Их пробили недалеко от поселка, на 141-м километре трассы Минск-Микошевичи. Перейти в важную транспортную артерию открытым способом невозможно. 800-миллиметровую трубу прокладывают под дорогой. Здесь же построят новую 30-метровую водонапорную башню, вместимостью 300 кубических метров воды. Это в 10 раз больше. В два раза увеличится мощность насосов и пропускная система водопровода. Раньше старобин мог получать в сутки максимум 600 кубов воды при потребности в 1000. Новые сети строят с запасом 1200 кубических метров в сутки. Тут трубопроводы идут у нас диаметром от 110-го полиэтилена, и самый большой у нас 225-й полиэтилен. То есть увеличиваем диаметры, потому что в основном здесь сети, которые были в старобине, были сотого диаметра. То есть тоже увеличивают диаметры, пропускную способность. Добавляем большую, делаем работу в целях установки пожарных гидрантов. То есть уже здешним работникам МЧС уже не обязательно будет куда-то ехать, чтобы забрать машину во время чрезвычайной ситуации. Будут иметься пожарные гидранты с указателями, то есть в районе 40 штук. Восстановить благоустройство и завершить прокладку трубопровода строители обещают до конца октября. Реализация всего проекта рассчитана до конца ноября. При условии бесперебойного финансирования. На этом реконструкция водопровода в посёлке не завершится. Ведётся проектирование ещё нескольких пусковых комплексов, которые подключат к централизованному водоснабжению новые улицы посёлка.